А в Центре соцобслуживания продолжается реализация проекта «Территория красоты», который стартовал более месяца назад и теперь помогает преобразиться пенсионерам, детям особой заботы и взрослым. Анастасия Попова с подробностями. Елене Михайловне пасечник, 76 лет, но возраст красоте не помеха. Сегодня она пришла к мастеру-бровисту. Возможность стать еще красивее появилась благодаря новому проекту Центра социального обслуживания «Территория красоты». Конечно, интересно. Хочется знать, какой будет результат. Я уже надеюсь, что все получится, что все будет красиво. И приду домой, и меня не узнают. Парикмахеры, визажисты и косметологи Муравленко активно откликаются на приглашение поучаствовать в проекте «Доброты» бровиста Оксана Волощук. Узнав о нем, сразу предложила свои услуги в Центре социального обслуживания. И, как выяснилось, желающих преобразиться в нашем городе предостаточно. Нужно проводить постоянно такие акции. То есть это доброта людей, отзывчивость, чтобы добрее мир стал. Приятно делать людям, которые, может, не знают про это, может, не могут себе позволить силу своего возраста. Ну, я считаю так. А это пенсионерка Наталья Попова. Она впервые участвует в подобном проекте. Парикмахер Дарья Полищук уже придумала и виртуозно воплощает в жизнь абсолютно новый образ для женщины. Финальная часть их работы – фотосессия. А как же дома ждут и хотят увидеть результат. На мой взгляд, они нужны для того, чтобы побольше было добрых дел. И спасибо мастерам, что они идут навстречу, делают людям такого возраста прически бесплатно, украшают нас. Это замечательный проект, который помогает нашим жителям города становиться лучше, красивее. И я считаю, что мы должны помогать. И я с удовольствием буду принимать участие в подобных мероприятиях. Теперь несколько раз в месяц Дарья будет помогать наводить красоту тем, кто в этом действительно нуждается. Уже около десяти мастеров индустрии красоты нашего города готовы работать с менсионерами, детьми особой заботы и муравленковцами с ограниченными возможностями здоровья. Принять участие в проекте «Территория красоты» и преобразиться могут те, кто активно посещает Центр соцобслуживания или обратился за помощью к его специалистам. Анастасия Попова, Петр Хаджаев, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.